Наболевший вопрос горожан о броженном транспорте во дворах домов был вынесен на заседание комиссии по безопасности дорожного движения. По этой проблеме в администрацию поступила уже не одна жалоба. Автомобили стоят с прошлой зимы, битые фары с номерами, никто не убирает, заполняют двор жителей, жалуются. И также техника в частном секторе, там ставят просто сельхозтехнику, уже много, да, с соседями, уже на соседнюю часть залазит, вроде места общего пользования, как это называется. Но эта ситуация есть. Наверное, больше вот тут тоже с ГИБДД хотелось переговорить, как взаимодействие настроить с администрацией вообще-то с этим бороться. Поэтому вопросу было решено организовать по дворовым территориям города совместный рейд с ГИБДД. Выездная комиссия примет решение по итогам проверки. Также собравшимся волновала проблема освещения дорог в вечернее время. Александр Владимирович рассказал, какие участки будут освещаться в первую очередь. По заявкам, по тем, которые есть, в первую очередь будем освещать пешеходный переход. Второе, места прохождения наиболее активного движения автотранспорта. Потом все остальное. Такая команда дана, и понятно, что мы в течение ближайшего времени все решим. К сожалению, не только не горят лампочки. Вчера и сегодня встречались с рабочками. Вчера я разговаривал сегодня для спелок. То, что есть часть, поскольку не обслуживали два месяца, а часть линий, просто повреждены кабеля. Сегодня мы будем просить, чтобы их расправили. И в конкретно, по каждому случаю, Ленина от больницы до площади не горит кусок. В зеленом бороду 16 фонарей, пролеты не горят. Это все надо делать. В связи с обустройством парковочных мест в зеленом бору напротив Сбербанка встал вопрос о переносе автобусной остановки, поскольку она не соответствует требованиям и правилам безопасности. Лучше людям, не переходя проезжую часть, сесть в автобус, чем перейти проезжую часть. Согласитесь, да? Второй вопрос. Если она нам нужна, место, в принципе, тоже уже примерно мы определили. Там же просто немного ниже, немного ближе к улице Коммунистической. Да, да, да. Сейчас вопрос в чем? Надо ее обустроить просто в соответствии с требованиями. Для чего? Предлагаю наметить конкретные сроки. Также на совещании решались вопросы организации парковки в микрорайоне Елуминский, вблизи домов 17 и 16, перенос остановки у машиностроительного завода и об урегулировании сквозного проезда в Черемушках 15, от улицы Коммунистическая до Розы-Люксембург. Полевчане знают этот проезд как проезд возле магазина «Ревда». Предлагалось множество вариантов, но решение будет вынесено после совместного рейда представителей администрации и ГИБДД. Екатерина Тагильцева, Константин Миронов. Новости нашего города.